МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город Эссей Татьяна Дмитриева. Как остановить загрязнение земли, воздуха и воды? Что представляет из себя современное экологическое образование? И как помогают волонтеры в защите природы? В нашей студии директор учебного центра экологии и безопасности жизнедеятельности Игорь Зубков. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните и расскажите, какие экологические проблемы вы уже ощущаете и что вас волнует больше всего. Здравствуйте, Игорь Петрович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему лично вы занялись вот этой экологической темой? Что вас привело в экологию? Как это произошло? В 2000 году у меня было приглашение от предыдущей еще тогда администрации навести порядок в областном клубе экологов. И вот попав в эту среду, хотя до этого экологией никогда не занималась, меня поразило количество увлеченных людей. То есть вот на 2000 год тогда процентов 30-50 людей прям горели вот этим желанием что-то изменить к лучшему. Экология только стала формироваться как вот какое-то направление. Тогда еще к тому времени не было ни Министерства экологии, ничего, все появилось немного позже. И вот у истока всего этого стояли на самом деле активисты. Ну, в общем, некоторые остались и сейчас. И это было интересно, актуально. И все хотели изменить мир к лучшему. В том времени, что это было интересно, актуально, как будто сегодня нет ни проблем, ни актуальности, ни интереса. Да нет. Или как вы можете вот за эти 12 лет прошедшие, какое вот, может, сравнить, да, вот восприятие? Ну, сначала шло как-то вот такое, наверное, бурное развитие, да, вот становление экологии как отрасли, потому что раньше она присутствовала как-то вот частично во всех структурах, но не было выделено в какую-то отдельную единицу. Было создано вот Министерство экологии, и Емельянов первый у нас министр был. И, в принципе, вот, наверное, на экологии тогда получил первый свой статус, начались какие-то такие полномерные программы. Ну, а дальше я, наверное, вот констатирую, что вот такой немножко печальный факт. Просто все это стало разрастаться, разрастаться, а эффективность, в общем-то, оставалась на том же уровне. То есть, что делало тогда 16 человек, объем работы по программам, что делает сейчас, ну, 100 с лишним человек. Я, вот, на мой взгляд, где-то это осталось на том же уровне. И приоритетность, то есть, ну, про экологию мы услышим, ну, я не знаю, когда что-то, наверное, случается, потому что нет такого постоянного, вот, не по, вот, скажем, средствам массовой информации, вот, экологии, экологии, экологии. А, на мой взгляд, это, в общем-то, как раз, наверное, очень актуально, потому что это наша жизнь, это наша среда, и от нас все это зависит, как это меняет. Да. Ну, вообще, вот вы говорите, что все это актуально, это понятно, и от нас зависит, и это тоже, как бы, понятно. Но хотелось бы узнать, чего нам больше всего опасаться. Вот, конкретно, в нашей местности, да, какие у нас проблемы? Выходят на первый план. Ну, проблемы по муниципалитетам по всем разные, если брать область. По Самаре с водой, вроде бы, как с подачей воды, с питьевой водой, ну, что-то решается, что-то двигается, и программы вполне такие. С воздухом, с воздухом, ну, проблема транспорта. Нет метро, соответственно, это основная загруженность дорог, машины стоят. То есть, дороги тогда будет немножко с воздухом получше. То есть, вам кажется, что метро решит проблему? Ну, метро, как оно планировалось, вот, вот этот треугольник, это я еще был школьником, когда все это начиналось, конечно, вот, к 80-му году, что ли, будет метро, вокзал, безымянка, и, насколько я помню, ипподром. Вот, если бы этот треугольник был давно построен, то, я так думаю, процентов на 20-30 он бы, естественно, разгрузил транспортную эту. А сейчас для города, так как предприятия многие закрылись, основная проблема, это, конечно, вот, наземный транспорт. Понятно. Ну, кроме, вот вы сказали, значит, воздух и вода у нас, да? Да, ну, с водой еще вот есть одна такая проблема, что ее мало получить, ее еще надо куда-то использованную потом деть. А вот тут проблема, в общем-то, на самом деле, очень большая, и в основном это вот частное строительство, коттеджное строительство по берегу Волги. Ну, наверное, помните, это у нас постоянно там очистим берег Волги, кто-то проплыл на лодке, сказал, ух, все застроено, сейчас уберем. Ну, естественно, ничего не убирается, ничего не это. Вот, на мой взгляд, проще это было как-то или узаконить, но тогда уже посмотреть всю инфраструктуру, подвезти туда воду, организовать слив, потому что, ну, вот, как мне говорили, уж не знаю, насколько я точно, ну, в некоторых местах до 70% вот этой канализационной воды сливается напрямую в Волгу. Ну, уже сегодня только посмотрела сообщение, на пляже, где Осипенко, уже вода непригодна для купания. Ну, вот это как раз результаты вот этого всего этого дела. Сергей, к нам поступают первые вопросы, и тоже ваша тезка Сергей. А, Сергей, да. Ой, извините. Прочитала Сергей, подумала, перепутала. Сергей интересуется, когда вырубят тополя с безымянки? Ну, проблема тополей, да? Ну, проблема тополей, в общем-то, я-то представляю учебные центры, и, ну, как-то, скажем, насколько я слышал тоже, в принципе, я вот посещаю все эти заседания, периодически, правда. Была принята программа уж давно по вырубке этих тополей. Почему она, ну, не реализуется в полной мере, или реализуется вот как-то недостаточно? Это, наверное, все-таки надо... А проблема с тополями, проблема именно с пухом, да, связанная? Да нет, там не только пух, они и падают. Вот сегодня был ветер, упало несколько тополей. Вот я как раз сюда ехал, это, по-моему, в районе Старозагора, а ведь тополя — это до девятого этажа, и, представляете, какая масса падает этой опасности для жизни и для этого. Ну, и вообще замена вот городских насаждений — это очень актуальна территория, потому что, ну, вот, по данным того года, Кировский район — порядка трех тысяч аварийных деревьев. То есть это деревья, которые могут упасть, порвать провода, могут упасть на прохожих, еще что-то, то есть очень такая острая проблема. Ну, наверное, городские власти, в общем-то, в курсе этих проблем. Не знаю, как. Да, там, да, своя система, да, делаются заявки, да, потом подтверждения. Вот не каждый же дерево будет вырубать. Ну, знаете, вот интересно, вот у меня вот рядом с домом тоже вот, ну, как, не совсем рядом, но в досягаемость стоит, и я просто тогда вот ради спортивного интереса заходил в ЖЭК наш, ну, спрашивал, ну, как мне ответили, мы говорим, лет три года уже подаем заявку на спиливание этого дерева, но оно уже наполовину само попадло, ну, может быть, естественным путем так. Ну, вот... Проблема организации, я так понимаю, да. Вот именно вот к вопросу решения проблем. Слушала недавно пресс-конференцию нашего губернатора Николая Меркушкина, и вдруг услышала, узнала, как решаются проблемы. Оказывается, когда его супруга прошла, прошлись они по стадиону по какому-то, она аллергик, и на амброзию у нее произошла реакция, и потом, как он сказал Николай Иванович, что в течение двух месяцев она лечилась. Так вот, сейчас эффект от этой проблемы не то, что там, а вот вы не заметили, по городу, в общем-то, ее искореняют практически повсеместно. Вот как решаются проблемы, да. Достаточно вот лицам такой первой величины что-то заметить, и быстрее пойдет сдвиг. А у вас, вот вы как учебный центр, да, ваши приоритеты, вот на что вы ориентируетесь в решении экологических проблем, потому что, понятно, это дело времени, как бы мы не торопились с событиями, все равно пока люди не осознают, да, вот, что всю пагубность там и... Ну, вы знаете, вот, наверное, самое интересное, мы же профессионально занимаемся обучением руководителей. Вот сейчас, слава богу, обучение экологии стало обязательным, и, соответственно, все директора средних, малых, даже предприятий, должны пройти это обучение. И это дает, конечно, очень большой эффект, потому что люди, вот, ну, в принципе даже не представляют, они говорят, ну, а что, вот у меня небольшое предприятие, у меня там два человека, там, или там зубоврачебный кабинет, там, или еще чего-то, а это и медицинские отходы, или, допустим, он там масло меняет. И вот вредность этого и вообще законодательную базу надо объяснить, показать, и после этого люди, вот, многие выходят и говорят, и спасибо, а штраф сейчас за это очень приличный. А вообще какие экологические требования существуют, вот, к предпринимателям, к предприятиям? Это какой-то вот список? Это не список, это вот, ну, к каждому предприятию свое есть общее, то есть, требования. В принципе, ну, вот это все на курсах и объясняется. То есть человек, который отсидел эти занятия, получает, в общем, тот достаточный уровень, что он может и отчитаться по документации, повысить, во-первых, свой уровень до той степени, чтобы понимать степень опасности того, чем он занимается. Это практически потом отдельно каждый человек подходит, мы пытаемся разъяснить, показать, как каждое производство, как на участке где-то что-то влияет. И вот это с 2004 года мы начали, мы были первые по Самарской области, и, по-моему, по, не ошибаюсь, по Поволжскому региону. И наша вот эта программа, которую мы составляли, вообще легла базовую программу Российской Федерации. Так что мы, как учебный центр, стоим у истоков вот этой российской программы и всего прочего. А скажите, пожалуйста, вот как контролируется выполнение вот этих требований? Потому что понятно, что вы учите, даете там инструкции и так далее, а что происходит дальше? А дальше, ну, сейчас в каждом муниципалитете по районам, это вот сейчас Министерство полномочия передало, соответственно, в Самаре есть своя служба инспекторов, экологическая служба, где больше 10 человек инспекторов, они вот тоже обучались у нас, мы инспекторов учим. У них график контроля, они проходят по предприятиям, проверяют на соответствие вот экологической документации само производство и саму документацию, и также обязательность вот этого обучения. Да, да, да. Напомню телезрителям наш телефон, 202-11-22, звоните, узнавайте, рассказывайте, какие экологические проблемы вас волнуют, что вы уже на себе ощущаете, и задавайте вопросы гостю. Ну, вот мы говорили про предприятие, и я подумала, вот сейчас идет компания посносов киосков, и я подумала, что, собственно говоря, сколько, огромное количество киосков, и у продавцов нет возможности в этих киосках даже сходить в туалет, это же тоже нарушение каких-то экологических норм, и вообще непонятно даже, как люди вот там торгуют днями, да, там с 10 до 10 вечера. Ну, все такие стихийные вещи, в общем-то, они раньше-то, в общем-то, практически стихийно строились. Конечно, с экологической точки зрения это грустно. Невероятно. Ну, образование. Образованием хотелось бы узнать, делаете ли вы какие-то практические вещи, потому что говорить и образовывать – это одно. Это тоже очень важно. Культура – это… Важно. Если бы оно было, так сказать, со школы, из детского сада и постоянно, это бы вообще идеально. Почему-то в 2006 году мы начали первые программы работать со школьниками, потому что вот то молодое поколение, которое уже после перестройки обучалось в институтах, ну, школы заканчивало, об экологии у них вообще не было никакого представления. То есть, если раньше были какие-то, ну, там, общество охраны природы с детьми, что-то, ну, пусть как бы это там частично показушно не было, но часть детей все равно попадала под эти структуры. Были общество охраны природы в институтах, такие же дружины были, практически во всех структурах, то есть, ну, люди общались между собой. Это было у всех на слуху, что есть природа, что ее надо охранять, что это. Но после перестройки вот как-то это все вот эти структуры распались, не осталось практически ничего, и когда к нам, а уже как они, как предпринимать-то или еще вот стали приходить на обучение, мы озадачились. То есть вот люди более взрослого поколения еще понимают вредность, а вот это поколение молодое, которое вот обучилось, вообще, так сказать, спокойно относится, и даже не потому, что оно плохое, а он просто не знает, что это нельзя делать, что он этим наносит конкретный вред. И у нас тогда работала одна преподавательница бывшая в штате, и она говорит, ну, давайте, может быть, начнем с детей. Мы пошли в две-три школы, которые находились от нас, предложили директорам, те сначала озадачить, говорят, да зачем? У нас этого в обязательной программе нет. Я говорю, ну, давайте так, вам, если мы объявим, если у вас будет преподаватель, который в этом заинтересован, мы поможем, мы дадим своих преподавателей. И вы знаете, вот буквально сначала одна школа, потом к ней присоединилась вторая, дети услышали третья. У нас набралось по Кировскому району, Кировской промышленной, по-моему, больше десяти школ за год. Потом мы ввели, ну, чтобы... Это школы? Это школы, с которыми мы проводили эко-часы. То есть мы давали своих преподавателей. Это, соответственно, не учебное время. То есть это не как 178-я школа, где уже такой экологический уклон? Нет, нет. То есть это обычные школы, где, вот, скажем, ну, были, основывались мы на чем. Если экология, вот, к сожалению, у нас, что вот еще одна ее беда, она держится у нас на энтузиастах. Вот до сих пор. То есть есть человек, который, ну, в основном это биолог, который заинтересован, которому интересно, который хочет из детей что-то вырастить такое, вот, он идет к нам или мы находим его, и мы с ним составляем программу дополнительного образования этих школьников. Вот. За три года мы ее отработали, и у нас она длится практически, ну, два-три года. Идут, вот, экологические часы, дается потом какое-то задание, дети его выполняют, пишут какие-то работы, потом с ними мы выезжаем на полевые, эти вывозим, то есть показываем на самом деле, как с нашими социалистами, как это все вживую. И победителей потом отправляли в международный лагерь, но это Башкирия тогда был, и еще куда-то. То есть, ну, вещь нам, в результате, интересная. У нас есть несколько подтверждений в виде фотографий ваших дел. Я предлагаю сейчас режиссеру показать их, а вы можете рассказывать, что это были за акции. Ой. Вообще, таких, вот, посмотрите, вот, сваленные деревья, да? Ага, ну, наверное, это последняя акция в этом году была, это посадка 15 тысяч берез, восстановление леса, Красноярский район. Очень широкий проект. А почему вот снег и... А это первый был мониторинговый выезд, это тогда вообще сажают практически, когда снег еще лежит. То есть он сошел, а это выпал, у нас был второй снег. А крупные акции, вот, вот тут как раз, около ста человек на этой акции привезли целый грузовик, когда люди приехали, им привезли грузовик саженцев. Вот я не знаю, тут его видно не было, нет, на фотографиях это было что-то. А кто вот эти молодые люди, кого привлекают? Ну, вот на такой крупный проект, это, он был реализован, потому что мы закупали и саженцы, и все это с помощью, с поддержкой фонда «Алкоу». Ну, понятно. Ну, пакеты, это уже символ, мне кажется, вот каких-то экологических акций. Вот эти пакеты голубые и черные. Ну, понимаете, даже, да, символ, не символ, но вот любая акция, вот тут, наверное, уборка, я даже не скажу. Ну, вот они, эти мешки снова. Как результат? А, это, вот для города, кстати, интересный проект, вот сейчас были, вот рассказывают, это «Аллея Слава», она теперь юных пионеров раньше была, вот. Мы сделали ландшафтный дизайн участка этой территории, предложили городу, вот часть нам согласовали, мы тогда все это воплотили в жизнь. Ну, вот не знаю, там часть деревьев, потому что были, конечно, вот мы, скажем так, как декоративных культур, но народ их, наверное, пересадил на другое место, потому что они были выкопаны аккуратненько. Ну, вот довольно молодые люди, да, и заинтересованные, такие, если не сказать, больше счастливые лица во время проведения. После каждой акции мы считаем, не то, что вот мы людей собрали, начали собирать мусор, то есть, в принципе, чем цены наши акции? Мы сначала проводим, ну, какой-то или небольшой инструктаж, или рассказываем, почему здесь такие деревья растут, то есть, там обязательно присутствует специалист, который объясняет, показывает, для чего, зачем, почему мы сажаем, допустим, именно ту породу, и потом в конце акции мы стараемся, ну, если там школьники, это, наверное, там мороженое, пирожное, еще что-то, ну, да, чтобы человек получил, потрудился, ну, и получил от этого удовольствие и узнал что-то. То есть, вот эти три компонента, когда стыкуются, я считаю, что на будущее мы закладываем уже такого сознательного гражданина. Да, вообще, Игорь Петрович, вы слышали, может быть, где-то вот ходят такие предложения ввести в школьное образование как обязательный предмет экологии, или нет, или это не обсуждается пока? Да, честно говоря, это обсуждается столько, сколько, вот, наверное, слово экология появилось, и в ВОС и поныне там, причем тут дело даже не то, чтобы вводить что-то, потому что, ну, образованию это не сильно интересно, у них и так забот полон рот, и это понятно, но есть предмет, допустим, ОБЖ, там, или еще что-то, и, в принципе, проще, наверное, по ряду предметов включить какие-то компоненты, то есть, в химии, допустим, объяснить, что вот это раствор с содержанием того-то нельзя выливать, потому что это очень большой вред экологии, там от него все помирает. То есть, в каждый предмет несколько числов экологии, да, вот именно тематические, да? В пользу, да, причем адаптировать это, и были такие разработки, и были программы, но обратно же, понимаете, очень долго в образовании и структуры все эти сложные, вот мы даже просто предлагали, понимаете, у нас как, по всей Самаре, ну, 100 с лишним школ, из них, допустим, в 20 есть вот эти экологические эти, но каждая сама по себе, каждый год изобретает велосипед, там, сменился учитель, и вот они начинают заново, заново, не знаю, что в соседней школе. То есть, должна быть система все это. Предлагали, давайте сделаем одну единую информационную систему на школу, там или стенд, там, пусть во всех школах, пусть он обновляется централизованно, но там будет, допустим, экология области раздел, экология города, экология школы и какие-нибудь вот местные вот эти рисунки. Ну, пока ответная реакция. Ой, вы знаете, мы сначала, ну, по-моему, года три назад вот это было предложение, мы вроде бы обсудили, тогда был, я уж не помню, честно говоря, забыл фамилию один, кто-то министр или там по муниципалитетам, по Самаре, все хорошо, ну, прошел отпуск, там уже следующий, ну, когда появился третий, я уже устал просто объяснять, понимаете, это, и смысла нет, вот, должна быть заинтересованность, когда получается дело, когда обе стороны заинтересованы, такой заинтересованности, вот, ну, я не вижу. Понятно. Игорь Петрович, на Ваш взгляд, какая проблема, основная причина того, что люди мусорят? Мусорят на территории города, за городом, ну, везде. Вот просто вот, как эколог, да? Почему люди мусорят? Неужели они не понимают, что это некрасиво и неправильно? Ну, скажем так, везде, но везде по-разному, если там в Сингапуре, там, за высшим, там, за жвачку, там. Вот даже не до Сингапура, а вот там в нашей. Нет, там как же воспитали, а у нас мусорят почему? Две простые причины. У нас ведь тоже, помню, недавно все ездили без пристегнутых ремней, то есть это вообще считалось смешно, но еще пристегиваться это. Ввели большой штраф, вроде бы как основная масса ездит. Вы считаете, что это будет решением проблемы, вот эти штрафные санкции? Ну, здесь идет обычно комплекс, ну, то есть это должна идти и просветительская работа, то есть вот, причем вот полномерная, это должна быть какая-то программа, то есть освещаться в СМИ, рассказывать, висеть какие-то плакаты, объяснять, и это, и с другой стороны, должно быть наказание, то есть за вот эти, потому что, ну... Но без этого мы не обойдемся, я так понимаю. А нигде не обошлись, даже в цивилизованной Европе, извиняюсь, когда сколько там, если машина у вас упала в реку вот тогда, ну, или там как-то съехала, там штраф больше 5000 евро, вот, за то, что вот вы, поэтому там и в мысе никого не приходит заехать это в речку и помыть машину, потому что это... Мне вот хочется, чтобы все было как-то вот по доброй воле, чтобы люди все понимали, не мусорили, культурно, воспитывали, но вот обязательно ждут, да, с одной стороны, и люди ждут вот этих штрафных санкций, чтобы не мусорить, и другие инстанции ждут, когда начать быстрее штрафовать, чтобы получать какую-то... Ну, понимаете, тут ведь все должно быть тоже вот обратно же инстанции, вот берега Волги, и это, но у людей должна быть возможность, ладно, ну, кто приезжает на машине, еще можно их, так сказать, обезать, там с собой мусор сложил, машину отвез, но люди, которые вот так просто пришли, посидели им, что потом, со всем этим мусором и в автобусах ехать, то есть везде должны быть, ну, по минимуму обустроены те места, где можно выбросить мусор, то есть есть человек, в принципе, там, вот у нас по области много особо охраняемых территорий, памятников, вот в том году был хороший проект министерства, в этом году, не знаю почему, вот на мой взгляд, он дал очень большой эффект, это с помощью казачества было налажено патрулирование, во-первых, казаки там полностью вычистили все от мусора, поставили шлагбаумы и постоянно находились на дежурстве, то есть вот эти памятники, где, в общем-то, по-хорошему нельзя ни костры жечь, ничего нет, ну, люди же не знают, вот, проводилась большая разъяснительная работа, и, в принципе, народ-то понял, то есть вот даже поняли местное население, но проблема-то осталась, вот, допустим, они возили это все на своих личных машинах, ладно, то есть вот они там потом соберут, вывезут, и в этом году нет, вот съездили просто люди посмотрели, ну, снова там по колено мусора, а там в ближайшие 50 километров нет ничего, куда можно выбросить мусор, понимаете? Понятно. Игорь Петрович, ну, чтобы еще иллюстрировать вашу деятельность, чтобы зрители наши увидели, что вы делаете, я предлагаю посмотреть сюжет, и потом у нас останется буквально несколько минут, чтобы завершить разговор. Сегодня, 21 апреля, воскресный день, состоялась природоохранная акция по восстановлению лесов Самарской области в рамках нашего проекта, проекта Учебного центра экологии и безопасности жизнедеятельности, который мы инициировали весной при поддержке Красноярского лесхоза. Мы всегда рады помощи, потому что у нас всегда и сами приглашаем, и когда нам обращаются, мы идем на встречу и с посадочным материалом, и, значит, и с людьми, а здесь еще тем более посадочные привезли, и инструменты, мы вообще очень даже довольны и рады. И площадь идет под посадку, большая достаточно, и люди работают очень хорошо. Получилось очень массовое, широкомасштабное мероприятие. Более 70 волонтеров присутствовали сегодня здесь, в 43-м квартале Большоцаревщинского лесничества. Реально мы помогаем экологии Самарской области. Очень интересно тем, что нам выдали очень необычный инструмент, с которым я первый раз познакомился. И, ну, естественно, на свежем воздухе при такой погоде очень приятно работать. И каждый раз участие в волонтерских акциях дает очень большой заряд сил, бодрости. Всегда есть потом о чем рассказать кому-то, друзьям, знакомым, коллегам. Каждый раз новые приятные ощущения. Спасибо большое за возможность поучаствовать, за организацию. Здесь вообще несложно, и как бы прям такого тяготного отношения к труду здесь нет. Прям работаем с удовольствием, потому что это делаем для себя, в первую очередь. Для нас, для людей. Это все для нас. Мы облагораживаем лес, как бы, скажем так, делаем пользу для обычных жителей Самары. И, как бы, возмещаем, скажем так, тот вред, который принесли другие жители. Я восстанавливаю лес. Это для меня гордость, можно сказать. Нам удалось посадить практически 15 тысяч сеянцев берез. Более чем на трех гектарах выжженного леса. Горельники здесь были с шестого-десятого годов. То есть площадь достаточно большая. И, конечно, наша лепта не решила проблему сгоревшего леса и восстановления леса. Но мы надеемся, что то, что мы сделали сегодня, будет продолжено волонтерами. И наш кусочек леса через 10 лет будет похож уже на настоящий лесной массив. Да, такой дневник с мероприятием. Очень приятно. Да, приятно делать добрые дела. Приятно. Никто никого не заставляет. Люди, как приятно посадить дерево, значит, что где-то растет. Да, деревьев мы посадили много. Да, 15 тысяч деревьев. Берез именно, да? А, вы знаете, даже вот еще вот такая интересная вещь. Вот это с Самарой были организованы. Муниципалитет Самары совместно с нами организовывал конкурс комикса на экологическую тематику. Вот, не знаю, в этом году там удастся, мы предложили потом издать брошюркой. Там такие шикарные рисунки. Да, и что же кажется смешным, интересно. И смешное, да. И вообще вот экология для... Уже, мне кажется, грустно. Экологическая тема грустная. Ну, комикс не обязательно смешной. Комикс, так сказать, вид подачи материала. В общем-то, само слово, как бы комикс. Ну, ближе к комедии. Игорь Петрович, следующий вопрос. В село Зольное везут каждый год по реке Волга мазут. Вот, какие меры нам принять и как решить вопрос. Вот я хотела как раз поговорить с вами об общественной активности, да, потому что экологические проблемы очень задевают, да, вот, заживо. И мы сами свидетели, когда вот что-то происходит, да, вот, экологически наступают на людей, то люди встают и инициативно очень свою гражданскую позицию ярко выражают. Ну, вот с такими... Как правильно вот это все организовывать? Противостоять вот каким-то таким вот вещам? Ну, противостоять... Это, наверное, из каждого... Ну, что для этого нужно? Как организоваться? Ну, обычно... Потому что вот человека возмущают, а что делать, она не знает. Спрашивает, как решить вопрос. Ну, по этому вопросу это надо, конечно, писать обращение в природоохранную прокуратуру. Если есть конкретные вопросы, вот конкретный вред природы, это вот первая такая инстанция. А все остальное... Ну, вот если деревья вырубают, вот ставят киоск и вырубают вот прям березы около домов, что делать? Ну, понимаете, вот допустим, ну как что делать? Если мы даже соберемся там 20 человек и встанем вокруг берез, ну да, то есть не будут вырубать какое-то время. Но если это решение принял уже какой-то хозяйствующий субъект, он принял его или с санкцией. Если принял с санкцией и жители этим не согласны, то тогда надо срочно обращаться обратно же вот в экологический... Ну, экологические службы Самары или того места, где это муниципалитет, писать заявление в районной администрации, еще что-то. Во всех районах есть экологические службы, и там уже будут как-то рассматривать, потому что это вопросы актуальные, и, конечно, надо... Да. Игорь Петрович, у вас сегодня день рождения. Поздравляю еще раз. Спасибо. Знаете, что хочется вот у нас узнать? Какое бы желание вы себе загадали на день рождения, но не личного плана, а вот такого, может быть, глобального, с экологическим уклоном, я бы сказала. Знаете, у нас такая великолепная природа, вообще сама расположена в таком месте, это же, ну, жемчужина, можно сказать, вот, и жигули. Так, очень мало времени. Да, просто фантастика. Ну, вот так хочется, чтобы у нас вот то, что касается экологии, менялось быстро, поступательно. Пусть это сбудется быстро и поступательно, хоть в этом заложен конфликт, но все-таки. Спасибо огромное. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания.